Всем привет! Вы на канале Страна для жизни. Перед началом выпуска хотел бы напомнить о том, что стоит сделать для продвижения видео в ТОП. Подписка, лайк, комментарий. На всем месте мы делаем огромную работу. Итак, сразу к новостям. В Минске задержан коммерческий директор сети кинотеатров Silver Screen. По информации «Зеркало», сейчас Александр Демидович находится в ИВС на Окрестино. Как рассказали очевидцы, задержание происходило 25 мая в промежутке с 15.30 до 16.00. Приведу слова одного из очевидцев. К нам пришли три сотрудника органов внутренних дел в штатском, немного поговорили с сотрудниками и сказали отвезти их к Александру Демидовичу. Дальше они уже зашли в его кабинет, сказали собирать вещи, мол, поедем на обыск, забрали ключи от дома, телефон и сказали, что не будет 10 суток. Александру Демидовичу вменяют статью 23.4 КОАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Сегодня утром задержали родителей известной оперной певицы Маргариты Левчук. Это случилось в ее родной деревне Страдич Брестского района. Утром приехал Бусик, соседку позвали Понятой, от нее и узнала. Ничего при обыске не нашли, но родителей выводили из дома в наручниках, рассказал Левчук радио «Свободе». По какому делу и кто их задерживал, пока неизвестно. В белорусской квартире Андрея и Ольги Пауков также сегодня прошел обыск. Утром 26 мая силовики прибыли по адресу в поселке Октябрьский, где прописаны известный блогер Андрей Паук и его бывшая жена-активистка Ольга. «Там все ломают, унитаз ломают, буквально все громят», — сказала радио «Свобода» Ольга Паук. Оперная певица Маргарита Левчук и блогер Андрей Паук в эмиграции создали сатирическо-вокально-инструментальный дуэт «Красная зелень». В Белоруссии их разыскивают по уголовному делу, а на другательстве над госфлагом. Паука также за незаконное действие в отношении информации о частной жизни и оскорблении представителя власти. Военнослужащий военных сил Республики Беларусь оставил части и отправился в сторону Литвы. Как сообщает пресс-служба так называемого Министерства обороны, сегодня одну из воинских частей самовольно покинул военнослужащий. Результаты поиска свидетельствуют о том, что он отправился в сторону литовской границы. Наличие военного оружия не сообщается. Удивительно, но в дело даже вступил Госпогранкомитет, который оповестил литовских пограничников о беглеце. Верховную Раду Украины внесли законопроект об изъятии собственности Беларуси за соучастие в российской агрессии. Согласно документу, предлагается внести изменения в законопроект об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов прав собственности РФ и его резидентов 3 марта, просто в него добавив Беларусь. В пояснительной записке к проекту сказано, что Беларусь является соагрессором, так как предоставляет свою территорию для российских войск и нанесения авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Сегодня Светлане Тихановской, Веронике Цепкало и Марии Колесниковой вручили престижную премию Карла Великого. Эта награда принадлежит не мне и не нашему трио, она принадлежит всем беларусам. В 2020-м беларусы зажгли наш огонь свободы. С тех пор наше сопротивление не превращалось ни на один день. «Если бы сегодня Оруэлл писал о Беларуси, мы бы считали его книги научной литературой. Произвольные аресты, пытки, похищения, допросы, ложные признания, угрозы смертью. 4700 лет. Такой совместный приговор тысяча трем политзаключенным», — сказала в своей речи Светлана Тихановская. Госбюро Украины арестовало имущество солигорского белкалия на 20 миллионов долларов. В Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонам с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 миллионов долларов. 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу. Польский журналист опубликовал видео, как на белорусской стороне границы неизвестные в форме дубинками избивают мигрантов. На видео группа людей лежит на земле, люди в форме их избивают. Люди кричат на испанском «смотрите, помощь, убежище, есть беременная женщина». Через две минуты неизвестные прекращают бить мигрантов и отходят в сторону, а после уходят в лес. Погранкомитет Белоруссии подтвердил применение силы к мигрантам на белорусско-польской границе. Ведомство утверждает, что со стороны иностранцев было оказано сопротивление, в том числе с использованием камней, палок и перцового баллончика. Все задержанные доставлены в подразделение пограничной службы для разбирательства, пишет ведомство. На этом все. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео, пишите комментарии, это очень важно. Слава Украине! Живе Беларусь!